А вот и я! Просто праздник какой-то! И принесла я вам страшное известие о том, что в Гааге выдали ордер на арест Владимира Путина. А Байден на вопрос журналистов уже ответил, что решение это оправдано, поскольку Путин явно совершил военные преступления. Это очень сильный аргумент. Так что вопрос этот уже практически решен. Ордер выдан, Байден за. Осталось Путину с повесткой расписаться. И дело в кармане. И ты прав, мужины! И ты ура! И ты ура! Вот только проблемка одна. Как бы ему эту повестку вручить? Границы-то в России закрыты. На самолете? Так ведь и небо закрыто. А может на корабле рискнуть? Ну, через Черное море. Заодно и беспилотник свой беспалево по пути выудить. Да чего-то и на корабле стремновато. Видит на море черная буря. Нет. Это нет. А что же делать-то? А может в WhatsApp-е повестку отправить? Все равно трубку в Кремле уже не снимают. Вот и Макрон уже плавал знает. А так хоть какой-то есть шанс, что ее прочитают. Ну, хотя бы через год. Но американцы – народ неунывающий, живущий под лозунгом «Шоу мозга ван». Ну, подумаешь, беспилотник потеряли. Такое ли бывает? И не такое теряли. А потому пригласили они в эфир американского новостного канала, который Хиллари Клинтон пестует, между прочим, Елену Зеленскую. Чтоб она научила американцев, российских дронов не бояться, потому что их любая баба может банкой с помидорами сбить. Женщина с балкона увидела дрон, схватила банку с помидорами, стоящие тут же на балконе, и она убила этой банкой этот дрон. И этому дрону еще сильно повезло, что под рукой у женщины помидоры оказались, а не свиная туша, например. Ха-ха-ха, изумительно. И ковать железо нужно, пока Тони остыла. Потому губернатор штата Южная Дакота Кристину Эмм прям в прямом эфире разоблачила план Китая по уничтожению США. Вот уже 200 лет Великая Америка противостоит этому противному Китаю, который постоянно вставляет нам палки, колеса, и только и ждет удобный момент, чтобы нас уничтожить и захватить. А я никогда не закусываю. Я этой глупой привычки не имею. Таким образом, благодаря Кристине Ноэм, история человечества снова сделала фильм душами, и теперь основание Америки следует читать не от 4 июля 1776 года, а от Рождества Христова. И тут очевидно, что один из учебников истории, который печатают специально для Украины, случайно попал в ее руки и расширил горизонты ее познания. И теперь обладает она бесценными знаниями жителей Украины. И хоть ночью ее теперь разбуди, расскажет она, кто ж Черное море-то выкопал. Много лет назад, когда солнце было ярче, а горелка была крепче, жило было на земле племя древних укроп. И было у нее все хорошо. Ловились по России и плодились по России. Не было только одного, не было моря. Пригорелились древние укропы и стали думать, что же делать. И придумали, стали они копать. И вот они копали, 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 копали. Огромный котловарь, который и стал Черным морем. А сбоку они вот эту землю складывали. И из нее, кстати, потом кавказские бои получились. Надеюсь, что параграф с динозаврами она пропустила. И вот помощь Украине по-прежнему остается главной миссией администрации Байдена. Потому она не обращает внимания ни на что другое. Вот очередной поезд сошел с рельс в штате Вашингтон и залил все вокруг дизельным топливом. А в Калифорнии растаяли те самые трехметровые сугробы. И потоками воды ему просто смыло половину города. Но техногенные катастрофы никого не волнуют. И это многим явно не нравится. Вот некоторые уже начали взводить во все колокола, как, например, эта неравнодушная семейная пара из Америки, которая решила заснять, что ж такое творится на улицах Сиэтла, прямо в центре города. Палаточные городки растут как грибы, а живут в них мутные личности подозрительные, злоупотребляющие всяческими наркотиками. И по этой же причине прямо на улице валяющиеся. Но в Вашингтоне чхать хотели на наркоманские истории. Им же не допустяков. Надо Украину вооружать. Ах нет, вот один вопрос неожиданно заинтересовал правительство США. А именно, ежегодная потеря в 2 миллиарда долларов, и это только на авиаперелетах. Американские авиакомпании призвали Конгресс и Белый Дум запретить иностранным конкурентам полеты через Россию. Потому что дорого стало это делать. Топливо стоит денежек. И вообще его не всегда хватает, чтобы долететь куда надо в обход России. А наглые китайские и индийские авиалинии делают это преспокойно и нездоровую конкуренцию создают. Так что не только США, но и Европа стали прямо-таки призывать Белый Дум и Конгресс немедленно с негодяями разобраться. Нет дворца. Нет дворца. Ну вот и все. Хотя нет, что я такое говорю? Еще в Америке о детях не забыли. Компания Netflix вообще выпустила очередной проект для просвещения детишек. Вот такой вот детишкам о сексишке, где их учат, как определять себя в этом мире и правильный пол вовремя выбрать. Вот лишь бы не тот, который уже есть изначально. Сердце мне подсказывает, что будет лучше, если я назовусь Фредом. Это потому, что я дебинарная. А Фред мне подходит больше всего. Я также использую местоимения «они» и «их», а «она» или «он» мне не подходят. Извини, пожалуйста, что я раньше неправильно к тебе обращала. Да нормально все, нормально, не паси. А тем временем в Украине почернели кресты на трапезной церкви Киевско-Печерской лавры после проведения богослужений раскольниками. И вот я не знаю, есть ли в этом какие-то тайные знаки или нет, но по странному стечению обстоятельств в это же самое время в Англии в западном Сассексе сгорела гостиница «Энджелайн», которая являлась достопримечательностью, так как вот-вот ей должно было 400 лет стукнуть. Но разместили в ней беженцев из Украины и несчастная гостиница, которая за 400 лет кого-то только не принимала под своей крышей и пережила ни один десяток королей, украинских беженцев не пережила. И, наверное, в Англии в тайные знаки все-таки поверили, потому что британское постпредство неожиданно заговорило на русском языке. И сделало оно это прямо на заседании в ООН. Русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами. Мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. Я сам на 7 лет изучал русский язык, ее историю и замечательную литературу. А на этом все. Берегите себя. В наше время это сложно.